Мастер-класс в прямом эфире. Хирургов из Москвы, Новосибирска, Ярославля, Кирова, Самары, Ростова-на-Дону, Тюмени, Севастополе и даже Барнаула пригласили понаблюдать за тем, как работает их нижегородский коллега. На необычный урок позвали и журналистов. Это режим нажатия и режим как бы... Я не спошел поздравление, а приток немножко переборываешь. Главный уролог урологического центра ГЖД Федор Севряков удаляет аденому предстательной железы благодаря современным эндоскопическим технологиям. В ходе малотравматических эндоскопических операций в этой больнице ударяют доброкачественное образование объемом до 400 кубических сантиметров. В свое время он первым в мире провел подобные операции. Сейчас его методы здесь, в Нижнем Новгороде, поставлены на поток. Есть операции с разрезом. Есть аденомо предстательной железы, когда моча плохо выходит. Мы можем на данный момент сделать операцию без разреза. Даже у пациентов с тяжелой, очень тяжелой патологией, потому что проблема в чем? Проблема в том, что разрез и большая операция – это невозможно сделать у пациентов, у которых есть сопутствующая сердечная патология или легочная патология. Мы выполняем эти операции. Полостные операции, то есть с разрезом, уже в прошлом. Сейчас специалисты из каждых пяти сделанных здесь операций, четыре выполняют через проколы и естественные каналы. Этому известный нижегородский уролог учит коллег из других городов на эндорологических школах. В результате операции становятся похожи на ток-шоу. Этот метод, конечно, позволяет сократить те часы, минуты пребывания в больном стационаре. Это достаточно бескровная операция. Это новая технология. Минимальное воздействие на срестательную железу. Таким образом, пациент максимально быстро восстанавливается и может вести привычный образ жизни буквально на следующий день после операции. В то время как после открытых хирургических вмешательств на реабилитацию больного уходило два месяца. Я, в принципе, рад, что попал в эту клинику. Ну, скажем так, наверное, не понаслышке, а, скажем, очень серьезные рекомендации получал. Поэтому приехал, в принципе, из другого региона сюда. И предлагали, конечно, в своем регионе именно делать полосную открытую операцию. Но я не согласился и приехал сюда. Поэтому я считаю, что сделал правильный выбор. Правильный выбор сделал не только этот пациент, но и тысячи других, которые доверили свое здоровье этим нижегородским докторам.